Наверняка вы не сдавали ЕГЭ по информатике, потому что для поступления на физтех на большинство школ и факультетов он не нужен. Поэтому я познакомлю вас с теми самыми интересными задачками. Это вторая часть, письменная, 25 задачка и 27 задачка, самые сложные. В этом видео 25 задачка из демо-варианта 2018 года. Итак, познакомимся с условием. Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от 0 до 10 тысяч включительно. Опишите алгоритм, который находит количество элементов массива больших 100 и при этом кратных 5. То есть мне требуется для каждого элемента проверить некий критерий и по проверке этого критерия, если критерий соответствует, посчитать. То есть это у меня фильтрация, индуктивный алгоритм, прошу прощения, фильтрация и индуктивный алгоритм подсчета. Все. В качестве счетчика, поскольку запрещено создавать другие переменные, я буду пользоваться переменной k. Итератором будет i. g мне просто не понадобится. Решение, недостающую часть программы, надо записать вот сюда. Поехали. Для i от 0, i меньше n, плюс плюс i. Ну, я буду пробегать по всем. А, прошу прощения, я забыл. Счетчик сказал, что его нужно занулить. И забыл. k занулить. Так, далее. Здесь что я делаю? Я пишу условия. Если у меня аиты больше 100, я буквально его записываю. i. Если мы на eg, то нужно пользоваться логическим i языка c в чистом виде. Если я в реальной жизни, то я бы тогда писал end все-таки. Подключил бы библиотеку isa646 и пользовался бы end. Ну, вы знаете, не так страшно. Вот он логический i для c. Дальше что? И что еще должно быть? Кратный 5. Это значит, что остаток при длине на 5 равен 0. То есть, аиты, остаток при длине на 5 равен 0. Все. Ну и вот здесь под условием, собственно, под фильтрацией k++. k плюс равно 1, можно написать. На этом k вычислен. И остается только что. Заменить каждый такой элемент на число, равное найденному количеству. Я ровно тем же условием фильтрации воспользуюсь. Ровно тем же циклом, потому что я побегу по тем же самым элементам. Ctrl-C, Ctrl-V. И в аиты буду класть k. Вот такое вот действие будет являться ошибкой. Потому что k еще не досчитан до конца. И нельзя по ходу дела брать и в каждый такой аит и класть текущее k. Мне обязательно нужно вначале закончить первый массив. Тем самым досчитать счетчик k, количество этих элементов, равных больше 100 и при этом кратных 5. Досчитать его до конца. И только потом пробегать второй раз вторым проходом и раскладывать по массиву a. Ну и последнее это распечатка. В принципе, чтобы не думать, можно сделать распечатку соответствующим образом. То есть просто написать цикл for, в котором я делаю printf и печатаю %d. Я числа буду разделять пробелом, чтобы это было разумно. Не было слишком много строк. Не буду переносить каждый в новой строке. А сюда впишу a. Хотя надо сказать, что там как раз написано каждое число выводить в новой строке. Мы не будем этого делать. Вот так вот я увижу все элементы. В принципе, можно, увидев, что цикл одинаковый, я могу после изменения сразу же печатать. Но это должно быть не вот здесь вот, в теле if, да, не вот так вот фигурные скобочки должны быть. Да, потому что иначе у меня будут распечатываться только элементы, замененные на k. А это должно быть вот тут вот. То есть сами фигурные скобки должны быть телом, обрамлять тело цикла, а не тело условного оператора. То есть вот так должно быть. Ну вот оба варианта вывода допустим. И на этом задачка, собственно, решена. Поскольку мы работаем на компьютере, я могу прогнать эту задачку. Но вы знаете, мне лень для 30 элементов реально вводить их в клавиатуру. Поэтому уменьшу в 10 раз. 3 элемента у меня будет. И мне надо ввести всего лишь 3 числа, чтобы проверить. А, давайте вот как сделаем лучше. Сейчас мы его введем. Фу. Что я хотел сказать? Чтобы 6 элементов. Ведь у меня же есть конкретные числа, для которых написано, что должно выводиться. Запускаем для 6 элементов. Смотрим, какие числа мы вводим. 4, 115, 7, 195, 25, 106. 4, 2, 7, 2, 25, 106. Ну, в общем, я гарантирую, что алгоритм этот работает. На этом все. Переходим к следующей задачке.